Ну что, дружочки и пирожочки, дождались, я вернулся. А это значит, что я и дальше буду продолжать делать видео как и раньше. Несмотря на то, что о новом обновлении уже все все рассказали, да и вы уже скорее всего все знаете, я все же расскажу о новом обновлении торговли оружием, а точнее расскажу о том, что это за очередная хуйня, которую мы так долго ждали и в итоге получили вот этот пиздец. Как будто бездонный пес съел из мусорки обновление байкеров и обновление импорт-экспорт, а после осознав, что такую хуйню он переварить не сможет, блеванул этим всем в переходе, а рокки сошкребли его блевульку и разослали нам в виде нового обновления торговли оружием. Ну ладно, тут не так все плохо, как кажется на первый взгляд. В общем, батя вернулся. Погнали. А перед началом видео я бы хотел порекомендовать вам мою группу по прокачке. Мы вновь заработали после обновления. Прокачиваем любые аккаунты на ПК быстро и качественно. Ссылочка на группу будет в описании к видео. Заказывайте, и ни в чем себе не отказывайте в мире GTA. А ведь шкура права, пора привести себя в порядок и снова нагнуть этот несчастный город. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 точкам. А в других видео я уже расскажу подробнее о всех нюансах. Итак у нас есть бункер. Можно сказать, что это копия предприятия мотоклуба. Вы доставляете сырье, мексики делают из него товар. Только тут еще есть разработка. Но для начала активируем наш бункер. Точно так же как и в мотоклубе, нужно привезти груз чтобы все заработало. Симулятор дальнобойщика мы пропускаем и тут же нам впаривают про персонал, про место где будут храниться контейнеры с оружием, ну и конечно же компьютер, где и происходит вся движуха. С него мы и начнем сливать бабки. Кстати чтобы стать так называемым боссом бункера, нужно стать боссом мотоклуба или офиса. Тут уже зависит от вашей хотелки. Если стать боссом офиса, то можно параллельно таскать ящики с тачками и пользоваться транспортом шефа. А если стать боссом мотоклуба, то людей запрячь для пополнения сырья можно больше. Но тут для кого что удобнее. Итак перед нами интерфейс. Та же самая крайняя плоть что и в мотоклубе, только вывернутая. Первым делом покупаем модификации. Это оборудование, персонал и безопасность. Та же история, что и с мотоклубом. Чтобы работало все быстрее и четче, как лубрикант с таблеткой для футболистов. Ну а теперь перейдем в раздел персонал. Тут можно запрячь людей, чтобы все работали только на производство товаров или на разработку. А так же можно разделить поровну, чтобы деньги капали и разработка была. И вот мы плавно перешли к разделу разработка. Тут есть различные модификации для транспорта и оружия. А так же костюм джаггернаута. Всего 45 разработок. Все они открываются в рандомной последовательности. На все про все идет очень много денег. Поэтому можно задонатить, чтобы модификация разблокировалась мгновенно. Но я снова засираю вам мозги. Я ж говорю, это обнова очередная дрочь. Интересно первые 10 секунд, а потом ты понимаешь, что это очередная попытка заставить нас тупо работать, а не играть. С компом мы разобрались поверхностно. Теперь подвижный командный пункт. Грубо говоря, это ебать какая большая тачка с прицепом. Она нужна для того, чтобы модифицировать оружие, новый транспорт, и запускать миссии с этим новым транспортом, чтобы новый транспорт был немного дешевле. А тут уже открывается головка обновления импорт-экспорт. Радует, что тачки из новой можно хранить в обычном гараже. А это БТР, летающий мотоцикл и другая дича, о которой я расскажу чуть позже, в другом видео, ну а также прицеп ПВО, тупо брелок с мясом у штурвала. Если вы одинокий бевес, то половина транспорта вам попросту не нужна, так как рулить и башить можно далеко не на каждом транспорте. А сейчас можно посмотреть на наш передвижной командный пункт. Он как раз стоит там, где агент 14 предлагал нам хранить вещи из меня крафта. Прям тут можно прокачать наш трак, все как у обычной машины, двигатель, тормоза и даже подвеска с турбиной, ну и конечно же раскраска. Жаль, что это не флаг Украины, но чайка на фоне флага Молдовы тоже сойдет. Давайте зайдем внутрь нашего командного центра. Внутри мы видим мастерскую для автомобилей и оружия. Мы сами выбрали этот пункт, когда покупали эту штуку. Можно также выбрать просто гаражный отсек, где будет храниться одна из тачек. И также есть командный пункт, где можно сидеть в креслах и стрелять из пушек или выполнить задание агента 14. Но они будут открываться от количества спизженного сырья для бункера, по аналогии с тачками для миссий с особым транспортом. Ну а теперь, Тим. С первого раза кажется, что цели, которые поставлены перед нами нереальны, но придрочившись можно пройти все испытания за пару часов. Как только все задания будут выполнены, у вас появится несколько эксклюзивных шматок, шкурок на оружие, а также расширение слотов для различных бомб, липучек и гранат. Ну и самое главное, возможность пополнять коктейли Молотова и другое тяжелое вооружение у себя в бункере бесплатно. Ну как бесплатно, вы за это почти лям отвалили. Но это уже как говорится мелочи жизни. Чтобы этот выпуск не получился совсем уж длинным и унелом, я решил опустить разговор про модификацию оружия, доходность этого бункера, а также обзор всех тачек и других плюшек. Все таки это темы для отдельных видео. Сейчас я раскрою все карты, а точнее сколько нужно денег, чтобы купить все, прокачать все, и также задонатить на все 45 улучшений. Купить весь новый транспорт, не считая суперкаров. Этот злой обучий костюм джаггернаута, поставить лучшее вооружение на новый транспорт, прокачать все оружие. Короче на все про все ушло у меня чуть больше чем 40 лямов. Ну то есть вы понимаете что это пиздец как дорого все. Но благо есть я, который скупает все и говорит, что пахнет калом, а что ромашками. Я думаю пока что мы закончим на этом. А в следующих видео я уже подробно разберу новый транспорт и какая тачка самая имбовая для соло катки. Также расскажу про оружие и тир. Ну и конечно же про доходность этого помещения. В общем друзья, все будет. Ну и конечно же я жду ваших охуительных историй в комментариях о этой обнове. Всем бб, всем гг. А тут типы видоса которые я рекомендую посмотреть. Так что клацай на один из них если не мразь.